Для Jay-Z денег много не бывает. Рэпер действительно заключил контракт с калифорнийской компанией Caliva, которая занимается производством и продажей продуктов на основе каннабиса. Представители Caliva, которая была зарегистрирована в San Jose 4 года назад после легализации Мельхуаны в Калифорнии, подтвердили, что музыкант возглавит креативное направление в компании. Он также будет отвечать за социальные инициативы компании. Один из проектов — обучающие тренинги для бывших заключенных, которые получат шанс на хорошо оплачиваемую и легальную работу после выхода из тюрьмы. Jay-Z — это тот случай, когда уже не ты работаешь на имя, а имя работает на тебя. Согласно информации Forbes, именно благодаря подобным контрактам рэпер и заработал большую часть своего состояния. Он инвестирует в бренды одежды, алкоголь, а также в компанию Uber. Его жена Бьонси тоже не сидит без дела. Совсем скоро в мировой прокат выходит фильм «Король лев», где певица озвучила одну из главных ролей. В Лос-Анджелесе прошла главная и самая ожидаемая премьера лета — ремейк «Короля льва» — мультфильма студии Disney, который вышел в 1994 году. Новая адаптация создавалась при помощи технологии виртуальной реальности, благодаря которой изображение получилось максимально реалистичным. Американские кинокритики уже назвали ремейк шедевром компьютерной графики. Озвучивать главные роли позвали лучшие голоса американского шоу-бизнеса. Так, на премьере все внимание было приковано к Бьонсе. Певице доверили озвучить тигрицу Налу, маму главного героя, молодого льва Симбы. И хотя Бьонсе крайне редко выходит в свет, даже по такому поводу она не изменила своему правилу — никакого общения с прессой. Зато актер и музыкант Дональд Гловер, подаривший свой голос Симби, журналистов не избегал и был не против обсудить с ними коллег. Шанс поработать с такими иконами, как Бьонсе, выпадает всего несколько раз в жизни. На съемках я многому научился у нее. Она совершенно точно одна из лучших артисток в истории. Номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» актер Чивител Эджиафор воплотил образ главного злодея — льва Шрама. Шрам — легендарный персонаж. Примерить на себя эту роль и рассказать его историю было интересно. Показ «Короля льва» в американских кинотеатрах стартует на следующей неделе, 19 июля. В этот же день Бьонсе выпускает свой официальный саундтрек фильма. За первые выходные прокаты продюсеры планируют собрать 200 миллионов долларов. Посмотрим, сбудутся ли их прогнозы, но журналисты, побывавшие на премьере, сейчас в Твиттере оставляют только положительные отзывы.